Дорама И о том, о чем же они мечтают в своем возрасте, да и вообще о чем мечтает любая дама, любая девушка, да даже как я уже ровесница моей, о прекрасном принце, о карьере, деньгах, счастье, любви, успехе и так далее. Так что если вы уже грезите тем, кем вы хотите быть лет так в 25-30, посмотрите эту дорамку, она, кстати, на многом говорит о том, какие взаимоотношения у людей в браке, после брака, так что это такая, я бы сказала, легкая дорама о приятном будущем. Я тоже уже задумывалась о том, что же будет со мной через пару лет, не буду грузить, так что смотрите эту дорамку, я думаю, она вам понравится. Докторский состав, в принципе, тоже ничего, поставила бы им, наверное, твердую 4 с плюсом. Следующая дорама, она до сих пор идет, ее многие смотрят, это другая Охейон, мне она нравится, я бы даже сказала так, я, наверное, смотрю ее больше из-за Эрика, но ничего, ничего, я когда увидела просто, что что-то будет сниматься на дораме, сразу же решила ее посмотреть. Скоро уже, к сожалению, она закончится, но впечатление остается хорошее, хочется, конечно, больше страсти, больше любви. А вообще, это дорама о том, каково же это тебе жить с именем, которое есть у великолепной, красивой, прекрасной, самой-самой-самой красивой девушки, когда ты, ее блеклая тень, мне кажется, у многих было такое то, что в классе могла быть девочка с таким же именем, как и у вас, либо в институте, она была, допустим, красивее, умнее, даже просто красивее. В принципе, из-за этого ее любили больше, чем вас. Каково это жить в тени однофамилицы, свои тезки, мне кажется, это актуальная проблема, да даже не то, что в Корее, в принципе, в России. У меня, допустим, в классе, когда я была в начальном школе, нас, по-моему, было три Насте или четыре, потом у нас было две, потом я стала одна, а потом опять появилась еще Настя. Поэтому это насущная проблема, о том, как вас сравнивают, хоть у вас одинаковые имена, но вы абсолютно противоположны. Поэтому дораму стоит посмотреть, я бы ей поставила, наверное, пятерку. Следующая дорама, которую я вам расскажу, это «Мой малыш». Начала я ее смотреть не потому, что она такая «Вах», нет, потому что там тема ребенка, я сразу вспомнила фильм «Малыш». И здесь, знаете, я бы сказала, такая дорама больше подойдет людям, которые любят детей, именно любят детей, которые уже являются мамочками, потому что там все-таки больше, знаете, эти мамские тематики, обсуждения. И для людей, которые, допустим, лет по 14-13, такая дорама может не подойти. Если вы, как сейчас называется это направление, это забыла, представляете? Короче, те, которые решают, что они не будут заводить детей, child-free, вот точняк. Если вы child-free, вообще даже не стоит залезать в эту дораму, не стоит ее смотреть. Я бы поставила ей, наверное, 4, либо 3 с плюсом, просто потому, что там такой незатейливый сюжет, это просто дорама «30 минут для отдыха». Я, к примеру, укладываю Егора спать, и эти 30 минут использую для того, чтобы его укачать. Следующая дорама называется «Девочка красота», она сейчас идет. Знаете, я когда смотрела в начале, на минут 20, я такая думаю, что вообще я смотрю? Ну, стоит ли того? Но когда я досмотрела серию до конца, меня пробирало именно ржать, потому что там есть такие моменты, к которым, ну, невозможно просто не смеяться. Они в этой дораме сумели соединить такую серьезную проблему, как, когда в семье двое детей, а один ребенок, не знаю, его ставят в пример, он весь такой хороший, красивый, умный, а второго ребенка просто, грубо говоря, так забросили, гнобят. И также там про богатеньких, опять же, потери детей, супер-пупер-наследники, это любимые тематики в корейских сериалах, про родню, кучу-кучу-кучу родни, и там тайны-тайны-тайны. Но здесь, наверное, стоит посмотреть именно для того, чтобы вот посмеяться. Серии 20, там, у меня сейчас, по-моему, седьмая вышла, уже я посмотрела, выходит восьмая серия, и, в принципе, я хотела бы, чтобы побыстрее снимали и переводили, потому что уже хочется досмотреть, когда же все все узнают правду. И последняя дорама называется «Удачный роман», она только-только вышла. Знаете, пока что я, конечно, ожидала большего, это, наверное, как с шоуменом. Когда ты ждешь такого вах, оно не происходит. Пока что дораме можно поставить, наверное, смелую 3 с плюсом. Что будет дальше, посмотрим. Я в конце, наверное, в следующем топе уже выскажусь по поводу дорамы, когда выйдет побольше серий. На этом, пожалуй, все. Большое всем спасибо. Пишите в комментариях дорамы, которые вы недавно посмотрели. Что еще можно посмотреть, помимо того, что я говорила в предыдущих выпусках. На этом, пожалуй, закончим. Всех люблю, всех целую. Опять всем чмоки, чмоки, чмоки. Поцелуи, настроение, флюид, у меня все прям кровь брылит. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok